Привет, друзья! Вот Мария Кэмни написала. Вы говорили, что дружите с Михаилом Казеником и Романом Газенко. Но это я раньше говорил об этом. И на прошлом видео в диалоге с вами Роман Газенко говорил о том, что Пушкин говорил про гениев. Я так вам благодарен за такие записи, письма. Вообще наши участники Школы Человек Будущего потрясающие. Все гениальные, я в этом не сомневаюсь совершенно. И вот почему. Я сейчас объясню. Потому что наша участница, она там из Украины, Наташа Крис. Она написала тут же, гением можно только родиться, гением нельзя стать. Возможно продвигаться только через сильные стрессы, вылетая из зоны комфорта, как пробка из бутылки, счастливо. А я вот что отвечаю. Я вот даже специально себе шпаргалку написал, чтобы не запутаться. Это очень сложный вопрос. Вот смотрите. Я написал. Гении в стрессе всегда. Им и стрессы внешне не нужны. Потому что они сами в конфликте с собой. Потому что потенциал. Специал вечно решают сверхзадачи, которые им диктуются творческим геномом. Все дело в том, у кого какие задачи. Множество людей вынуждены решать бытовые, по обстоятельствам, выживательные. Поэтому и случай бог изобретатель. Мы все гении, только не знаем об этом. Не каждому случай помог в судьбе, чтобы он мог энергию творческого генома использовать по предназначению. Поэтому мы в нашей школе говорим об эмоциональном нулевом состоянии, через которое можно производить самоиндентификацию. Осознать там, какие вопросы на самом деле вас волнуют в самой глубине душевной безмятежности. При отсутствии поверхностных текущих задач. О, как я вам ответил, да? Мы все гении, друзья. Мы просто не понимаем этого. Потому что мы же видим тех гениев, которые уже известны. Которые уже, так сказать, прошли все фильтры времени. Устояли. Понимаете, в чем дело? Вот в свое время Кикоин Академик, который был организатором Сибирских Олимпиад. Это очень давно было. Он написал в статье, по-моему, в «Правде». Но это в те времена еще, когда я еще был школьником. В 10 классе я еще тогда учился. И статью такую написал. «Гений не хрупок». В ответ на американскую статью, где было написано «Гений не хрупок». А он, конечно, написал «Гений не хрупок», потому что он лично знает очень много людей. Очень таких уже прославленных, авторитетных, которым уже достаточно много лет. А я еще школьником, ну тогда можно было писать письма, кому хочешь, и тот, кому ты написал по почте письмо, мог тебе и ответить. Да, я академику Кикоину написал тогда письмо, будучи школьником 10 класса из Махачкалы в Москву. Я написал ему письмо, но вы же знаете только тех, которые выжили. А тех, которые не выжили, вы же не знаете. Поэтому хорошо было бы, если бы вы наряду с этими сибирскими олимпиадами организовали еще какую-нибудь рубрику в журнале каком-то, где бы, например, мальчики, девочки, которые занимаются нестандартным для всех каким-то вопросом, ну кто-то там шахматы играет, кто-то там стихи пишет, кто-то еще чем-то. Рубрику ввели бы, чтобы они могли каким-то образом защититься от нападок соседей, что он не делом занимается. Потому что у нас, с одной стороны, много кружков, клубов было по интересам, дома пионеров, а с другой стороны, нас учили тому, что не нужно разбрасываться, надо сосредоточиться, если ты хочешь чего-то достичь. И то, и то правда. Но все зависит от того, какая семья, все зависит от того, какие соседи, ведь это же жизнь. Ну, конечно, мне Кикоин ничего тогда не ответил, потому что, наверное, почты у него было слишком много, а может быть, он и прочитал мое письмо. Но я вот сейчас хочу вот это письмо, вот я озвучил, что гений на самом деле не хрупок с той точки зрения, что он настойчиво-настойчиво, несмотря ни на какие потрясения, будет пробивать свои идеи. Но он хрупок в том смысле, это же на здоровье все-таки сказывается. Да, и многие не выживают, и поэтому мы многих гениев не знаем просто. Великолепных мыслителей, великолепных музыкантов, великолепных скульпторов. Ну, просто по каким-то случаям жизни не выдержали они. Да-да-да. А у нас свободный художник, так называемый, был понятие такое, что он типа анархист, вечно пьяный там. И вот мы смотрели картины Медведева и другого, которые вот так вот необыкновенно, нестандартно рисовали. Ну, потому что они снимали вот эту вот свою внутреннюю потребность создавать и несоответствие между внешними требованиями и стандартами. Поэтому и случай имеет значение. Конечно, у кого какая судьба? Конечно, чтобы гений был, состоялся, был здоров до 80-90-100 лет, конечно, надо, чтобы он и крепкое здоровье имел, и потребности имел не только творческие и созидательные, но и потребности, например, здоровья, как сохранять правильно здоровье, чтобы он как бы был в своих ботинках, чтобы его образ жизни соответствовал его интересам. Ну, например, мы знаем много сегодня людей, которые одновременно и творческие люди, одновременно любят и в теннис играть. А я не люблю в теннис играть. Ну, вот видите, у меня одна потребность есть – думать, например, решать сложные вопросы. Как устроен мир, как устроен человек, как мозг работает, да, как соединять анализ мыслительного процесса, синтезом мыслительного процесса. Ну, это же очень интересно всё. Поэтому Пушкин сказал правильно. Я за Пушкина. Да, Пушкина можно гордиться. Он же сказал ещё как «я памятник себе». Как он говорил, нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа. Ну, вот видите, а мы говорим, надо быть скромным. Ну, до встречи, друзья. Спасибо. Продолжение следует...